Война в Востоке 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 В Востоке объяснить свою точку зрения. Я же объясняю свою точку зрения. Соединенные Штаты развязали давление, военное давление на политические моменты, которые направлены против России, скажем так. И ведет это руками вот этих вот украинских националистов, которые развязали внутри себя гражданскую войну. То есть к чему может привести эта гражданская война? Она может привести к катастрофическим последствиям у нас, на территории России. Если Донецкая, Луганская республика не выдержат вот этого вот удара, скажем, поражение вот этой Новороссии, оно ляжет глобальным, наверное, катастрофой для России. Я излагаю свою точку зрения, Павел, выводом свою. Здесь, конечно, есть несколько сторон участников в этой глобальной структуре сетевой вот этой войны. Здесь и Соединенные Штаты, здесь и Россия, здесь и Украина, это, которую мы отметили, здесь и Европа, здесь и даже и арабский мир, который мы недавно, если умирает король Саудитов, значит, это было потрясение, все сразу напряглись, потому что это, возможно, было, последствия были самые неожиданные. Ну там как-то мягко переизбрали наследника тоже очень престарелого, которые тоже, ну и дотянули, как бы, вот эти вот глобальные перегибы. Значит, из этой Ближний Восток, где продолжается, вот этот Большой Ближний Восток, да, и где ИГИЛ продолжает вот эти свои действия, до сих пор еще определенные, непонятные всем, что же они хотят. И недаром сегодня поехал ведь Путин в Египет, посмотрите, это же что такое Египет? Египет это страна, где официальные структуры власти смогли как-то навести порядок и как-то поставить на место вот этих вот братьев-мусульман, воинствующие исламизм, скажем так, ну вот это есть. То есть какие-то определенные воздействия на эти вещи в Египте есть, это несомненно. И то, что Путина принимают сегодня с такой помпой, это дает основания утверждать, что в глобальном плане Россия выступает как очень большой игрок на этих событиях. Ну и еще последнее я хотел сказать о том, какие цели преследуют вот эти вот стороны. Цели-то тоже ведь каждая сторона какие-то преследуют. Ну допустим, вот эти вот те, кого называют укропами, они поставили себе цель захват Москвы и уничтожение москалей. Ну такая вот есть у них цель в этой войне. Хотите и как нет, носитесь там так, по-разному. Ну вот у них они объявили вот этот своей целью. Ладно, хорошо, оставляем. У Европы там своя цель, допустим. Европа хочет там ослабление позиций России на внешнеполитическом фоне, оставаясь при этом марионеткой из Соединенных Штатов Америки. Европа занимает такую, какую-то скользкую позицию. Эта скользкая позиция ее до добра не доводит. И видно, что они вот сегодня побежали уже договариваться и пытаться что-то порешать, потому что почувствовали, что их политика приводит к катастрофе их самих. Значит, Россия имеет цель удержать вообще хотя бы свою территорию отступления вот в эту вот глобальную мировую войну, которая надвигается на нас. Вот я так считаю, сегодня цель России и политического руководства в том, чтобы удержать, чтобы на территории нашей страны не было каких-то страшных катаклизмов, чтобы не у нас развязалась вот эта вот война. Она будет идти, она будет идти и на Ближнем Востоке, она будет идти продолжаться и там в Ираке, она будет идти, она уже, наверное, ее предвестники глобальной мировой войны, они есть. Нет, она идет, я так считаю. Она была объявлена тогда. Начиная с Югославии, с Ирака, это уже, можно сказать, предвестники. Ну да, но мне кажется, все же символично, они видите даже, так сказать, да. У нашей политического руководства такая цель – убрать от своей страны вот эту вот опасность. Понятная цель, она поддерживается нашим населением и видно, что люди как бы в общем смысле понимают эту цель. Значит, с точки зрения Соединенных Штатов Америки, вот это интересно. У Соединенных Штатов Америки, да я даже расшифровывать не буду, при том глобальном надвигающемся экономическом кризисе у них, конечно, тут все уже знают, что это сохранение своих вот этих вот финансовых приоритетов мировых и так далее, они могут только с помощью нагнетания вот таких вот кризисов военных и потрясений и так далее, что они делают уже много-много лет. Ну, вот теперь, Павел, хотелось бы послушать Вас, с чем Вы согласны, с чем Вы не согласны, пожалуйста. Ну, как бы, я бы хотел, вот так сказать, у нас полгода прошло, с предыдущей нашей встречи, как бы да, вполне такой, так сказать, срок, что можно какие-то сделать, подвести какие-то итоги, на их основе сделать какие-то выводы, так сказать, да. Опять же, все это на принципах вероятностных рассуждений, только так. Вот. Значит, то, что, значит, на сегодня площадь ДНР, ЛНР несколько расширилась, ну, совсем на чуть-чуть, как бы, да, вот. Идет ожесточенная там борьба, так сказать, да, прям практически вот именно сегодня, да, прям сегодня, да. Ну, это какие-то с двадцатых чисел. Началось с восемнадцатого, с девятнадцатого января, вот. И к тому времени, как бы, вот, помните, значит, мы как раз, разговор наш был в преддверии минских, минских вот этих вот первого раунда минских переговоров, так сказать, да, на которых было принято, собственно говоря, вот это решение о создании, об, так сказать, остановке, так сказать, продвижения ЛНР, войск ЛНР, ну, Новороссии, скажем так, да, сил Новороссии туда, на запад Украины, как бы, да, вот. Ну и, собственно говоря, в результате, что мы имеем? В результате украинцы, именно вот эти вот украфашисты, как бы, да, то есть я их называю так, укропы, как бы, да, то есть это вот отдельное, это же наши тоже русские, да, украинцы, русские украинцы, которые останавливались, да, себе передвинули вот этот тумблерок, да, и назвали себя укропами, так сказать, да, вот отсюда весь этот укрофашизм, почему фашизм, потому что вот они себя, так сказать, над всеми, да, как они говорят, Украина надо всеми или как они по-ихнему… Украина для Украины. Да, 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 Украина над УСЭ, они там пишут лозунги такие, так сказать, да, вот. И вот эти вот укропы, как бы, да, вот они-то все и затеяли, собственно говоря, да, вот, вот это все и национальная гвардия, там же, так сказать, суть, опять же, я вот ухожу, так сказать, да, это более-таки эмоциональные какие-то окраски, как бы, да, но суть-то такова, что за это время, так сказать, они, они восстановили, что могли, какую технику, как бы, да, им туда свозят, там такой сток евро, скажем так… Восточная Европа, там, бывший советскую технику. Да, да, да. Ну, теперь уже есть информация, что они и с Ирака, так сказать, да, уже свою технику из Ирака, так сказать, да, американцы. Конечно, там участвуют. Да, 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 потихоньку, так сказать, переправляют, да, Украину, вот. Поэтому, поэтому вот эти разговоры, так сказать, да, что вот мы дадим оружие, не дадим, нет, это политически, так сказать, просто, так сказать, ширма, вот, потому что оружие они дадут, вот, вот, невзирая на то, что, то, что западноевропейцы многие против, да, вы посмотрите, как Меркель, да, вот, на самом деле. Я про это и говорю. Вот. Ну, я, кто, вот, так сказать, читает, да, и американцы, посмотрите, насколько американская, насколько циничная у них дипломатия, даже ставлю. У меня такая мысль, что они специально набирают туда дебилов, да, вот, в управлении к себе, так сказать, так сказать, а чтобы потом всегда мог сказать, да, извините, он дебил, так сказать, да, что с него, в разговоре, где-то с какой-то австрийской, австрийской какой-то газетенки, так сказать, да, натурально обозвала вообще, так сказать, Меркель, да, там, московским дерьмом, вот так, представляете, отношение какое, то есть, насколько американцы, так сказать, да, во внешней политике себя развязно чувствуют, в общем, как бы, да, вот. Это если они так Германии относятся, можно представить, как они на самом деле… Германия – оккупированная страна, немцы, так сказать, да. Можно представить только, как они на самом деле относятся к политическому руководству так называемой Украины. Конечно, конечно. Да, вообще, это вообще расходный материал. Да, мне вот хочется вот на самом-то деле, да, вот эти вот укропы, как бы, да, вот, все подводится к концепции 3У. Вы знаете, как у них С-4 есть управление в Америке, так сказать, да, ну, кто в курсе, то здесь 3У. Укропы угробят Украину, как бы, да. Я вот прошлый раз говорил, до последнего укропа, до последнего украинца. Нет, вот спаси Господь, так сказать, я ни в коем случае, так сказать, у меня половина друзей моих украинцы, как бы, да, вот. Настоящие украинцы, как бы, да, я не о них. Я вот об этих укропах, у которых передвинут тумблерок, так сказать, да, вот с такими людьми, ну, разговор, так сказать, да, их просто надо изолировать от общества, как бы, да, и вот так с ними заниматься, так сказать, да, как со зверями с какими-то, я не знаю, так сказать, да, потому что, ну, реально, да, ведь, Они же понимают на самом-то деле, что они, мне кажется, многие, даже семенчатые... Пошли, ну это опять эмоции. Давай переходить к чисто военной проблематике, потому что ты все-таки знаешь, что о чем сказать. Чисто по-военному, значит, ситуация какая, так сказать. В общем, они туда стянули практически все, что есть. Там на сегодня, так сказать, воюют несколько ЧВК. Естественно, там присутствуют натовские специалисты. Естественно, наши специалисты тоже присутствуют с другой стороны. Такова диалектика таких воин. Как это было, допустим, во Вьетнаме, собственно говоря. Наши специалисты там были. Сегодня это уже все знают. Если бы наши специалисты не присутствовали каким-то образом, все закончилось бы очень плачевно. Да, закончилось очень плачевно. Тут уже идет разговор о защите наших интересов, это однозначно. Да, и когда вот некоторые говорят, особенно мне многие говорят, вот зачем этот Крым, так сказать, да, я говорю, ребята, так ну суть-то какова, так сказать, ну не отдали бы это самое, не произойди это все, вот так сказать, в этот период, да, это произошло бы несколько позже, только в гораздо более, так сказать, отягощенном виде все бы это было. Потому что они бы сами на нас напали, вот такая моська, вот эти укропы, так сказать, да, собрали, так они, собственно, мы сегодня с ними и воюем, вот с этой моськой, так сказать, да, собственно говоря, мы и воюем, потому что если мы их не остановим там, ведь видите, они-то ведь даже сейчас уже себе ставят такие цели, что до Москвы, так сказать, да, и... Ну это реально, это просто, ну это видите, они переходят, воины часто, так сказать, в разряд ментальных войн, поведенческих войн, как бы, да, вот, вот это и есть, как бы, да, ментальная война, то есть, людям, вот видите, передвинули. Такие военные противостояния, они же были в истории 20 века, это постоянно такое было. Да, ну а там, так сказать, на передовой, что могу сказать, так сказать, да, в основном, конечно, идет артиллерийская, так сказать, борьба, контрартиллерийские дуэли, как бы, да, эти выдвинулись, шарахнули по тем, так сказать, да, у всех теперь есть системы контрбатарейной борьбы, то есть, это электронные системы, которые засекают, так сказать, да, по пролету боеприпаса, вот, причем от 7,62 боеприпаса, да. В зависимости от возможностей этих систем, да, вот, вот, у нас тоже есть такие, они, кстати, были еще и в СССР, я, поэтому, я думаю, что вполне логично, если даже там некоторые остались со времен СССР, потому что украинцы используют такие вещи, так сказать, да, ну, вот эти вот украфашисты, как бы, да, старые наши, там, где-то фигурировали они. Вот. Собственно говоря, существуют и нелетальные системы, так сказать, да, такие, что, что их применение, как бы, да, доводит, доводит эффективность летальных систем, да, до 99%, скажем так, да, вот. Вот, вот, как бы, я думаю, что на Украине эти системы уже есть, однозначно, потому что американцы применяют подобные вещи еще со времен Вьетнама, так сказать, да, по проводам это все было, сейчас это все на цифре, как бы, да, и используются уже и спутники в этой системе, как бы, да, это все, как бы, входит как раз в концепцию синтетичных войн, как бы, да. Ну, вот последняя, одна из последних вариантов этой системы, она называется РЕМБАС. Собственно говоря, система эта называется разведывательная система, ну, типа контроля доступа, вот так, скажем, да. Суть ее какой? Она с открытой архитектурой, так сказать, да, можно ее расширять, как угодно, грубо говоря, да. Суть этой системы такова. Это набор сенсоров, датчиков, сейсмодатчики, датчики воздушного, так сказать, как-то, акустические датчики, потом, значит, ну, датчик воздушного, как бы, контроля, да, скажем так. Я забыл, не об этом, суть в другом. Вот, значит, можно дооснастить ее, допустим, системами контроля периметров, вот, допустим, как в метро, да, инфракрасной, только поставить одно от другой, так сказать, там, на два километра, грубо говоря, да. Вот, особенно интересно вот сейсмодатчики, как бы, да, он сам, он сам определяет, значит, что это за техника, да, вот, ну, там не так сделано, на самом деле, так сказать, да, сам датчик небольшой, да, их много, вот. Вот, они могут и с миной, можно мины запулить, так сказать, больше того, этот датчик, минометом, пау, туда, да, вот, значит, датчик, на 10 датчиков есть один, так сказать, ретранслятор, который собирает информацию с этих датчиков, да, и отправляет на базовую станцию. Базовая станция, это вот такой планшет боевой, так сказать, да, вот, компьютер, вот, и на нем все эти датчики у тебя отмечены. Хочешь, так сказать, да, давай сюда беспилотник, вот, и он тебе уже, так сказать, на видовой картине все это покажет, да, хочешь, так сказать, переведи это все в 3D, так сказать, да, в рельеф, он тебе покажет рельефом этом, вот. Вот, и все эти датчики, так сказать, работают в одной цепи, понимаете, вот, он скажет, идет это один пехотинец с оружием. Система разведки. Да, или бабушка с корову ведет, так сказать, да, идет это конь груженый, вьючное, так сказать, вьючное животное, так сказать, да, это транспорт, военный транспорт. Животное, это вы что? То есть это автоматическая система разведки. Да, это автоматическая система разведки, да, 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 да. Она интегрируется, можно так сказать, да, а, допустим, вот вы поставили эту систему, так сказать, да, на каком-то, скажем так, участке, да, территории, а, к примеру, на самую высокую сосну, ко всему прочему, как, так сказать, этот самый, в завершении, так сказать, ставите еще обзорную видеокамеру, чтобы понимать, что почем, и все. Все, понимаете? Вся территория под контролем. Да, да, все под контролем, так сказать, да, вы всегда можете в конце концов посмотреть, а что это такое, вот он пишет вот так, или там еще какой-то сбой идет, так сказать, да, посмотрел, а, все, я понял, понимаете, вот какая ситуация, так сказать, да, это не летальная система оружия, так сказать, да, но с такой системой, вот представьте, как воевать, вот у вас хоть 20 человек будет, извините, так сказать, а он один с такой штукой сидит, так сказать, да, и у него в паре с ним, так сказать, один с гранатометом, а другой с крупнокалиберным пулеметом. Да, да даже два пулемета, Утес, к примеру, да, и какой-нибудь ПК, ну, и еще АГС, вот и все. И вот они, так сказать, с такой системой, так сказать, втроем заблокируют участок, и не пройдет, никто не пройдет, потому что ты никогда не увидишь, откуда в тебя прилетит, и никогда не поймешь, откуда в тебя стреляют. Вот в чем дело, вот что это такое. Я думаю, что наши ребята уже столкнулись с таким, я уверен, так сказать, да, потому что это не летальное оружие, так сказать, оно было поставлено им еще, так сказать, прошлым летом украинцам, вот. Вот, как вы видите, как не летальное оружие может, так сказать, помогать летальному. Тем не менее, как-то получается, котлы попадают, ребята. А котлы попадают, они, так сказать, специально, их туда загоняют. И, да, да, прям их руководство, прям высшее политическое руководство, не генералы здесь, генералы стреляются, некоторые, так сказать, видели уже, так сказать, да, видя вот это все. Потому что они понимают реально, к чему это все ведет. Они понимают, ну, так как они служивые люди, так сказать, да, у них долг превыше всего, как бы, да, он не имеет права отказаться, так сказать, выполнять приказ, да, вот. Ну, по крайней мере, вот, о тех, о ком я говорю, видимо, так сказать, да. Все, что у них есть, украинское, так сказать, да, все, что у них было на вооружении, все на Донбассе используется. Иностранцы потихоньку Вот сейчас собираются Американцы, видите Хотят на миллиард Расшифруют, что такое летальное оружие Ну нет, летальное оружие Что они подразумевают Да, понимаете, грубо говоря Если мы имеем, грубо говоря, винтовку Снайперскую с оптическим прицелом То и то и другое оружие И в комплексе это оружие И снайперский прицел отдельно Без винтовки нельзя рассматривать Я имею ввиду, что пишут об этом военные журналы Поэтому снайперский прицел Это оружие нелетальное Рация это оружие нелетальное Буронный жилет Это оружие нелетальное Больше того, на сегодня есть Особенно смарт-технологии Смарт-боеприпасы Они нелетальные Свето-шумовая громад Я спрашиваю по конкретным системам Вы не знаете, что они собираются поставлять Не надо расшифровывать Прежде всего Вот эти вот системы, так сказать, летальные или нелетальные? Ну не надо это расшифровывать Это понятно всем Вы хотите узнать про летальные или про нелетальные? Я хочу узнать Есть ли предположения военных экспертов Что конкретно собираются поставлять американцы? Летальные Да Летальные Дживелин У них, так сказать Есть такой противотанковый комплекс Дживелин Он у них испытанный, так сказать Техника известная Стоит он Стоит он Где-то Ракета стоит в районе 50 тысяч долларов Сама ракета Да, и пусковая установка Где-то в районе тоже 50 тысяч долларов Вот так Да Поэтому это в принципе достаточно дорогое удовольствие Вот Значит 25 килограмм весит он Да Что-то 12, кажется, ракета Или 15 15 ракета, да И 10 пусковая установка Вот Достаточно удобная система Очень удобная, да Там все предусмотрено Есть и система от дураков Чтобы ничего такого Не угробить ее, прежде всего Очень проста управление Два режима атаки цели Пролетом, как обычно И сверху пикируют Это первые применили шведы У них был такой турбил Он у них на вооружении стоит, кстати У шведов И вот они потом пошли все И спайк И Джавелин Собственно говоря Это все Вот пошли от турбил Как бы, да То есть у него Есть возможность Двумя способами Воздействовать на цель, так сказать Да Вот они в основном все тандемные Да То есть предзаряд впереди идет Чтобы убрать активную защиту, так сказать Ну то есть это усовершенствованные птура Это птур пятого поколения Да Какие у нас есть системы Ну аналогичные Аналогичные Это Корнет Метис Да Больше того Наши системы Они даже и лучше, так сказать Да, на самом деле Потому что Наша система легче Наша система компактнее Что представляет из себя Система Корнет В свое время Помню в Ливане, да Израиль Наткнулся на нашу систему Корнет Да Прежде всего Прежде всего Бронепробиваемость 152 мм Все-таки, так сказать Да Вот такая Вылетает То есть они тоже переносные Они тоже, конечно Они все переносные Да, да, да Ее можно установить, так сказать На бронетранспортер Можно установить на вертолет В принципе, так сказать Да То есть Ничего Такого Усиливающего Они не дадут Они просто дадут Возможность Не как бы Официальную возможность России Тоже делать какие-то Поставки Аналогичные Этим же Так? Так я понимаю? Ну да Только видите Тут опять же Все так увязано Сейчас даже сложно Вычленять Военные вопросы Политические Да, вот видите Как они Допустим Мы сейчас Ну это В мир В мир мы уже уходим Да, вот про японцев Я хотел сказать Видите Как лихо получается Они, так сказать За полгода Японцы запланировали Референдум Насчет Насчет То ли парламентский Я вот это точно Не могу сказать Так сказать Да Но какой-то референдум Да За полгода До того Насчет использования Сил самообороны За территорию Японии И тут, представляете Под референдум Так сказать Да Режут, простите Двух японских корреспондентов На Ближнем Востоке Видите Как все лихо И вот он теперь Референдум Неужели вы сомневаетесь Что, так сказать Будет ответ Так сказать Отрицательный Нет, конечно Они разрешат Я уверен И через полгода Мы увидим Увидим опять Японских летчиков На современных Только уже истребителях Где-нибудь В районе Ближнего Востока Ну такая система Воздействия Через вот эти вот Это прежде всего Подготовка Это прежде всего Подготовка Через радикальные структуры Это не новость Да Это всегда было В политике Спецслужб Запада Нет, нет Я хочу сказать Что в общем Как бы Да Что постепенно Как бы Мир выходит Из ограничений После Второй мировой войны Которые были Так сказать Да Вот Ялтинский Ялтинский мир Так сказать Да Вот И постепенно Так сказать Вновь мы видим Все тех же Так сказать Игроков Да Вот те же японцы Вот Как бы Между прочим Есть такая вот Интересная информация Между прочим Ну по крайней мере Я считаю Что это Достаточно Показательное Что Значит Японцы Могут сделать 100 ядерных боеприпасов Да В течение месяца А немцы Такое же количество В течение года Вот так То есть Необходимо только Политическое решение Производственные Возможности Мощности Производственные Да Таковы Все есть Все есть Да Причем Вот в таком Объеме Могут это сделать Японцы Через месяц Могут сделать 100 боеприпасов Понимаете Вот Поэтому Поэтому Мы еще не знаем Всех акторов Которые Так сказать Вот-вот Выйдут наружу Так сказать Да Поэтому Особо Особо Мотивы для успокоения Да Да К сожалению Ничего Сказать Не могу Такого Так сказать Для успокоения Вот В том числе И то Что Вот Эта Глобальная Война Она Сегодня Носит Название Гибридной Она идет По всем Направлениям Так То есть Это Информация И военная Составляющая И Политика Ну да Вот наверное Я бы И сегодня Мы в прошлый раз Об этом говорили Что Гибридная Война Именно Она и подразумевает Что это Это не Сетицинтричная Война Сетицинтричная Война Это Вот То Что Американцы Сегодня Пытаются Именно В том Виде В Виде Регулярной Армии Применение Сетицинтричных Принципов Так Они Это Официально Внедряют Это Кажется Там Цебровский Гарцкая И Джонсон Там Три таких Военнослужащих Профессиональных Американских Они где-то Это В середине 90-х годов Они разработали Эту штуку А до них Еще Джон Бойт Там был Такой Наблюдение Оценка Оценка Ну Вот этот Джавелин Он использует Этот принцип Выстрел Забыл Там Не надо Сопровождать Ракету Как На Птуре Ну Нет Как На Птуре Предыдущих Поколений Грубо говоря Наши Метис Корнет Есть Разные Модификации Разнокалиберные Но Последние Модификации Они тоже Обладают Этим Качеством Выстрел Забыл В принципе Все равно Стингер Тоже Так же Ну Стингер Он По воздуху Против Самолетов Ну Да Стингер Извините Им уже Скоро 30 лет Наверное И столько Модификаций Вышло Как Собственно Рэдай Первая Ракета Появилась Американцы Сделали То есть Система В воздухе Она может Быть Даже И проще В воздухе Конечно Проще Потому Что У него Нет Фоновых Помех Никаких От Земли В воздухе Отследить Мишень Конечно Он И Инфракрасная Сигнатура Представляете Во время Боя Тут Горит Там Дымит Тут Стреляют На этот Счет Есть Многоканальная Система Наведения Опять же Мы В этом Лидируем Потому Что Нет Ни У Кого Такого Опыта Борьбы На Полигон Для Испытания Боевых Средств Нет Нет Я Не думаю Нет Я пока Не думаю Что Боевых Средств Нет Боевых Средств Я Особо Там Испытания Не вижу Ну По крайней Мере Из Источников Открытых Естественно Да Там Вот Да Но Там Идет Испытание Вот Именно Ментальных Воин Понимаете Вот Именно В Информационном Пространстве Посмотрите Как Так Сказать Натравливают Друг на Друг Я Учитаю Вообще Что Видите Они Кстати Хочется Хочется Много Информации Вам Укропов Украфашистов Их не научил Ни какой Ни Иловайский Ни Старобешевский Котел Они сейчас Попали В Дебальцевский Котел Две Автодороги Которые Туда подходят Они Заблокированы На сегодня А те Предпринимают Естественно Деблокировать Этот район Попытки Я представляю Что это Такое Это страшное Дело Страшное Дело Особенно Там Танковые Вы видели Показывают Вот они Едут Какая-то Танковая Бригада Украинская В одну Сторону Все Ну вот Представьте Выскакивает Один Другой Третий И пошли Они же Наступления Танковые Они же Где-то Предварительно Рассредотачиваются Потом Где-то Сосредотачиваются В преддверии И потом На большой Скорости Танковый Прорыв Мы Познакомились С ним В 1941 Году Наши Деды Узнали Что это Такое Вот Поэтому Нет ни у кого Опыта Больше Чем он Русского Народа Останавливает Танковые Прорывы Вот И это Страшное Дело Это Страшное Дело Это У Тварзовского Танковые Танковые Танков Остановил А ему Один По палате Говорит Слышь Дружок Что-то Я не вижу Чтобы ты Видел Хоть Один Танк Ты Видел Хоть Один Танк Потому что Танк Это Страшная Вещь На самом Деле Вот И Даже Один Танк Который Прошел За линию Обороны Может Уничтожить Все Остальное Вот Потому что Тем более Сегодня Видите Скорость Боевых Действий Вырос Это Факт Это Все Признают А На Донбассе Еще Больше Потому что Пытаются Использовать И те И другие Последние Наработки Посмотрите Как Сейчас Экипированы Даже Наши Новобранцы Новороссии Наполченцы Да Обязательно Бронежилет Современный Не такой В котором Невозможно Передвигаться А именно Такой В котором Без которого Нельзя Потому что Нынешняя Война Видите Она В основном Артиллерийская Иначе Нельзя Иначе Человек Погибнет Просто Он Не выживет На линии Фронта Вот Масса Скоков Да Вы Обратите Внимание Вот Эти Места Где Старобешевский Котел Потом Показывали Деревья Стоят Абсолютно Без Листвы Да И Во многом Даже Без Сучков Как бы Вот Представляете Какая Плотность Огня Плотность Осколочного Поражения Да Вот Собственно Говорят Что Даже Ополченцы Использовали Штурмовик Как раз В одном Моменте В одном Моменте По Дабы Остановить Танковую Колонну Наступление Контратака Наступления Танковой Колонны Вот Использовали Вроде Как Су-25 Ну Это Ничего Удивительного У них Был Да Они Давно О нем Говорили Да Они Восстановили Это Дело А Самолетность Бороться С танковой Колонной Гораздо Интереснее Потому Что Сегодня Все равно С воздуха С танками Борются С воздуха Более Успешно Да Лучше Вертолет Для этого Делают Ну Ладно Я Вот На Этом Ну Интересная Вещь Вы Кое-какие Сказали Как По-вашему Что Будет Как Развиваться Что Вообще Там Предполагается В ближайшее Время Я Предполагаю Что В ближайшее Время Там Появятся Джавелини Вот Эти Ну Помимо Их Естественно Появится Еще Да Продолжаться Война Ну Конечно Война Будет Продолжаться Однозначно Наивностью Никто Не обладает В политике Политики Тоже Ненавидные Люди И То Что Сегодня Делают Попытки О каких То Переговорах Перемирения То Есть Это Обыкновенно Эти вещи Будут Проходить Всегда Они Будут Проходить Мучительно Постоянно И Для Определенных Целей Ну Не Совсем Я Согласил В каком Плане Что В политике Вы Говорите В политике Люди Меняются Извините В политике Люди Меняются Видите И Это На самом Деле Это Очень Я Был Сказал Такой Аспект Знаете Вот Недавно Тут Была Встреча Стрелков С Евгением Федоров Депутат Госдумы У нас Вот У них Была Трехчасовая Пресс-конференция И он Говорит Федоров Собственно Я К обоим К нему Положительно Отношусь Я считаю Что Это Патриоты И он Говорит Что Значит Американцы На нас Не нападут Вот Потому Что Они Не такие Дураки Они Даже Когда У них Было Превосходство Ядерное И то Воздержались От Этого Вот Но Я Б Возразил Это Чувств Во Первых Политики Все Меняется И Политики Тут Меняются Да И Уровень Политиков Тех Американских Сорок Пятого Года Извините Даже Трумэн Хоть Он Конечно В Подметки Не годится Рузвельту Вот Но Тем Не Менее Он Был Гораздо Более Зрелый Человек Чем Многие Нынешние Американские Политики Наподобие Вот Эти Нулан Псаки Это Просто Ну Караул Там Еще Есть Покруче Есть Вариант Это Даже Не Политики Не Не Тем Не Это Люди Облеченные Полномочиями Они Представляют США Правильно Ты Сказал Что Вначале Что Их Просто Выставляет Определенный Американский Для Вида Вперед А на Самом Деле Те Кто Решает Проводит Решение Там Наверное Люди Не Глупые Сидят Да Значит Был У них Где-то В Пятнадцатых Числах Мой Лепший Друг Я его Знаю С детства Слежу За этим Человеком С Афганистана За тобой Не Следит Не Знаю Вот И Брэнс Кроухорд Один Двадцать Седьмого Года Рождения Как Мой Папа Царство Небесное Второй Двадцать Пятого И Вот Эти Два Ястреба Они Как раз Рассуждали По поводу Украины Это 15 числа Заварился Когда Порошенко Сказал Будем давать По зубам Помните Знаменитый Они Ему Дали Подзад И Заставили Наскопать Ну Вот Видите Чем Все Это Заканчивается Да Еще Между Прочем В Дебальцево Не забудьте В Дебальцево Как Минимум Пять Тысяч Находится Попрятались Там Все Знаете Пошкирились Да Да Вот И Что Непонятно Сейчас Что Будет Я Говорю Почему Они С С Силовайского Козла Выводов Никаких Не Делают Я Думаю Что Это Специально Сделано Я В этом Вижу Злой Умысел Я Вижу Специально Они Хотят Потому Что Видите Все Равно Сейчас Идут Первые Призывные Категории Это Как Раз Свет Нации Грубо Говоря Это Когда Уже 60-летних Будут Призывать Прости Господи Да А Поставить Терровственников Способом Бить Клинт Ну и В общем Суть Какая Я Ушел С Кроуфорд Бжезинский Один Вояка Другой Политический Интриган Политический Интриган Предлагает Финляндизацию Вариант Финляндизации Дословно Украина Финляндизации Нейтральная Территория Ни Вашим Ни Нашим Но Опять Это же Бред Мы же Видели В 91-м Году Неужели Вас Не Учит Ничего Я Боюсь Что Наши Поведутся На Эту Финляндизацию Извините В 91-м Вроде Украина Была Образована Так Что Она Не Должна Не Входить Ни В Какие Ни Блоки Ничего А Вот Этот Бренд Кроуфорд Тот Говорит Что Он Такой Реалист Он Говорит Укрепляйте Ядерное Вооружение Бросьте Все Ну Вот На этом Симпозиум Брукенский Институт Он Как Генерал Причем Он Непростой Он Больше Я Даже Себе Помечал Он Рыцарь Командор Ордена Британской Империи Еще Ко всему Прочему И Он Говорит Что Укрепляйте Ядерную Безопасность И Дело Пошло Честно Говоря Американцы Американцы Выдали Недавно Буквально Выдали Недавно Буквально Заключен Заключен Был Контракт Рейтон Фирма Как бы Да У них Ракетная Ракета Делать Кажется Рейтон По Модернизации По Модернизации Трайденов До 19 Года Они Должны Все Что У них Есть И Слодок И В резерве Которые Есть Обменный Фонд У них Все Меняется Все Они Должны Каждую Ракету Продиагностировать Проверить Да Да То есть Видите Как При Всех Так Сказать Вот Этих Оперативно Тактических Боистолкновениях Про Атомную Бобу Никто Не Забывает Мы Тоже Честно Говоря Посмотрите Мы В прошлом Году 38 Официально Приняли На Вооружение Да То есть Это Тайна Тайна Самая Секретная Это Стратегические силы Сдерживания По идее Они были И остаются Таковыми А вот Эти Локальные Войны Они будут Разжигаться Средневно Вот И самое Это Страшное Это Понимаете Что Я Больше Всего На самом Деле Переживаю За то Что У Американцев На Сегодня Все Меньше И меньше Сдерживающих Так Скажем Мотивов Сдерживающих Да Это Относится Прежде Всего Относится К К К К К К К Составу Общей Финансовой Обстановке Ну Это Отдельная История Да Это Финансисты Пусть Рассматривают Эти Все Вопросы Конечно Я Считаю Что Это Вообще К К К К К К За последние Годы На Западе Обмельчал Обмельчал Но Это Официально Признано На самом Деле Недавно Проводили Исследование Они Говорят Что С 1997 Года В Западной Европе Так Средний Уровень По Прерывно Уменьшается Вот Я Не хочу Сказать Что мы Куда-то Прямо Скажем Вперед Но Тем не менее У нас Опять же По Международным Подсчетам ЮНЕСКО Кажется Это У нас 60% Грамотного Населения А в Америке 45-50 А в Европе Меньше Того В Европе 45-50 Кажется Да Или 35-45 Если бы Еще Прекратили Смотреть На Систему Западного Образования Были У нас Результаты Получше Вроде Сейчас Происходят Какие-то Движения Сейчас Не до Того Сейчас Уже Не до Того Все Видите Как Быстро Этот Процесс Прошел От Того Когда Что Извините Говорили Да Какая Война Хотя В Сирии Уже Вовсю Дрались Короче Ваше Мнение Что В будущем Там Будет Продолжаться Да Будет Мое Мнение Такое Что К сожалению Да Так И Есть Потому Что Россия Вынуждена Была Пойти На Эту Установку И Если Бы Мы Не Стали Как То Как То Образом Сдерживать Вот Эти Украфашизм На Территории Новороссии То Это Было Смолось На Нас То То Россия Ни В коем Случае Не Может Отдать Новороссию На Растерзание Не Будет Это Будет Катастрофа Да И Поэтому Наверное Ближайшая Буферная Зона Дай Бог Чтобы Эта Буферная Зона Может Быть Расширилась Может Понимаете Рассматривая Вот Эти Предложения Анфинляндизации Так сказать Да Вот У меня Есть Такая Мысль Что Они Вот Могут Вообще Сделать Так 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 Гуляй В поле Так Да У нас Прям На Парадном Нашем Это Наша Парадная Выход В Европу Да Вот Польский Дымоход Грубо говоря Да И Вот Они Прям Здесь Устроят Нам Так Так Вот Так Так Вяло Текущий Конфликт Потому Что Понятно Уже Устроили И он Будет Как Нарыв Такой Постоянно Постоянно Зиять Вот Здесь Прям У нас На входе Об Этому Говорю Да И Вот А Финляндизация Они Подразумевают Что Это Не Финляндизация Наверное Я Даже Не знаю Я Честно Говоря Не могу Без Эмоций В этом Понятно Я вижу Смотрите Какая Ситуация Американцы Куда Только Они Не Входили Где Только Длань Американской Демократии Не Развернулась Какой Народ Не Подверг Американской Помощи И Что В результате Мы Видим В результате В итоге Что Мы Видим Война Кровь Убийство Геноцид Вот Вам Американская Демократия Вот Результат В связи С приездом Этих Европейских Деятелей Недавно Путина Прозвучало Еще Такое В информационном Поле Что Возможно Будет Продвижение К Введению Международных Сил ООН Туда Вот Американцы Конечно Категорически Будут Против Этого Но Все Так Если Мировое Сообщество Сдвинет К этой Теме Как Вы Думаете Это Сможет Остановить Кровопролитие Нет Ни В коем Случ Почему Скажу Вам Так Прагматично По-американски Надо Понимать Что И Наши Структуры Понятно Но Тем не Менее Наша Структура Там На вторых Ролях Вот И Все Поэтому Если Мы Нет Это Дело Договоренности Ведь Мы Помним Что У нас Случилось В Северной Осетии Там Были Наши Международные Структуры ООН Но Там Они Были Представлены Только Нашими Структурами Российских То есть Мы На Договорных Условиях Должны Такие Вещи Представлять Что Все Верно А я Вам Привезти Где Были Интернациональные Международные Силы Это Другое Но Вы Думаете Они Позволят Нашим Ни В коем Случше Так Это Идет Разговор Об этом Если Разговор Об этом Идет Будет Об этом Договариваться Они Что Были Слишком За Чтобы Поставили Наши В Северной Осетии Эти Структуры Нет Поставили Никто Об этом Особо И не Знал Ребята Служили В этих Силах Долго Долго Пока Не Возник Конфликт Понятно Что Когда Наши Силы ООН Оторвались И Пошли В Сербию Где-то Ушли Туда Они Столго Там Не Продержались В отрыве От Своей Страны Украина И Новороссия У нас Под Боком Проблема Нет Если Это Будут Голубые Каски Международные Официальные Голубые Каски С нашей Стороны И Оттуда Будут Сдерживать И Голубые Каски Тогда Может Что-то Будет Происходить Нормальное В этой Системе Умиротворение Конфликта Тогда Получится Все верно Получается Пророссийские Силы И Про Американские Прозападные Пронатовские Пронатовские Вполне Может Быть Вполне Но я Почему-то Думаю Что Это Будет Даже Более Наверное Логически Это Давно Должно Было Произойти Но Это Не Допускает Да Но Я Боюсь Как бы Это Не Было Как Было Получилось В Западный Берлин Так Будет А Что Хотите То Будет НАТО И Россия Матушка И Ну Или Там И Наше Содружество То 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 Нато Тогда В Плотную Подойдет К нашим Границам Да Но оно И так Подошло Оно И так Плотную Подошли Конечно Посмотрите К Концу Февраля Между прочим Ребята Вот Мы Видите Стру Безопасности Такие В НАТО Прошу Обращения Я Не Договорим До Конца Принято Уже Решение Что До Конца Февраля Сформировать Оперативные Штабы НАТО Шести Стран Украина Польша Эстония Латвия Болгария Румыния Все Закольцевали Интересно Против Кого Я вас умоляю Это Штабы Штабы Понимаете Подвезти туда солдат Пульшное мясо Это Всегда Проще всего А вот Организовать Штаб Определить Кто будет Конкретно Отвечать За это За это За это Ведь Самое главное Это Штаб Это Управление Штаб Это управление Это голова Вот в чем дело Вот Поэтому Это Извините Это не намек Ребята И Не кивок Это Конкретные Дела Понимаете С конкретными Людьми С конкретными Фамилиями С зонами Ответственности С приданными Силами Средствами Это Знаете И я почему Говорю Что Весь Все эти Дипломатические Так сказать Как это Вся эта Дипломатическая Так сказать Мишура Возня Да Это все Именно для того Чтобы скрыть Вот эти Реальные Реальные Шаги Что они делают Да Они же Видите Как Они Понятно Они Устроили Кучу Всяких Учений Особенно В конце Прошлого Года И там Такой Момент Интересный Есть Все Эти Учения Достаточно Небольшие То есть Там 10-15 Тысяч Человек Хотя Для этого ТВД Непосредственно Для Участка Новороссия Украфашисты Это Вполне Нормально И каждый раз Они на эти учения Привозят Чуть-чуть Техники Такой Такой Сухопутный И ничего Не увозят Куда она Остается Дальше Для испытаний И все Это Чуть Чуть Опосредованно Ничего Без всяких Объявлений Это Имейте Ввиду НАТО Конечно А у нас Есть Договор До Сиетов Общих Вооружений Ограничений Размещения Общих Вооружений В Европе То есть Фактически Этот Договор Уже Все Смыли Смыли Да Понимаете Они Под видом Учения Завозят Конечно А вот Эти Сиетов Авиабазы На территории Эстонии Наши же Зокни Элмари Они Превратили В Прям Конкретные Авиабазы На которых Могут Размещаться Не 3-4 Истребителя Которые Они Декларируют Показывают Да Вот У нас Три Тут Ф-16 Ротация Ф-18 Прилетают Перехватчики Ихние Какие Тайфун Ф-16 Ф-18 Ф-15 На кондинентальной Части США И Они Делают Вид Что Улыбаются Крылышками Машут Но Они Не говорят Что база Подготовлена Для приема 300 Самолетов Она Заправит Их Вооружит Обслужит Понимаете Вот о чем Речь А подлетное Время Оттуда До Ленинграда 7 минут Извините До Москвы 12-15 Ну Вот Ну Вот Поэтому Мы Развернули В Калининграде Искандеры Искандеры Именно Для того Чтобы Вот эти Авиабазы Ихни Можно Было Одномоментно Подавить Ядерный Боеприпас Тактически Туда И все Решено По крайней мере По их планам Она работать Уже не будет Однозначно Вот В общем Идет Наращивание То есть Практически С цепи Сорвалось Все То что Было У нас Советский Союз С противостоянием С американцами С НАТО Это Одно Потом Катастрофа Приостановление Переформатирование Каких-то Основ И на сегодня Как с цепи Сорвалось И все Пойдет Еще Более Крутыми Наворотами Скажем Да Да Вот на самом деле Я там сейчас думаю Что это заявление Американское Кто не с нами Это сказать Да Бушка Тоже Помните Да Это Собственно говоря И было Объявление Войны Всему миру Кто не с нами У того Хаос И цветные Революции Вот так У того Экономический Коллапс Вот У того В конце концов Эбола Еще Какая Ну ладно Надо заканчивать Наверное Спасибо За Небольшой Обзор Может Еще хотите Что там Пару слов Ну что я могу От себя Хочу добавить Чтобы Чтобы Все понимали Что вот такая Ситуация Нельзя Расслабляться Не то что Расслабляться А надо Немножко Пересматривать Отношения Вообще Если Три Алемя Да 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 Потому что Видите Как Ситуация Разворачивается К сожалению Спасибо Спасибо